Все, что нужно сказать, это благодаря команде, благодаря партнерам. Получил я его за игру в юниорской хоккейной лиге. Как видите, в 34 матчах набрал 107 очков, но также благодаря партнерам они все помогали. Я забивал или отдавал, набирал свои очки. Поехали. Красная армия. Кивен Сардарян. Мир города лидера Клев Советов в прошлом сезоне по штрафным минутам. И ответная атака Красной армии. Много свободы. Бросок 1-0. Открывают счет хозяева. Спокойно, тонко и технично использовал Стивен Сардарян. Шайбу забросил Стивен Сардарян. Завладеть шайбой и вот уже... Перехватка Красной армии. Вот так вот бросок наносится и... 4-1 становится счет. И Стивен Сардарян. Ну да, вот так что попал. Были шансы у Ботова закрепиться в чужой зоне. Атлантусу часть тяжелее, нежели чем Красная армия, потому что разрыв в счете. Один из хоккеистов-гостей делает еще больше. 1-5. Да, его Курилкин... Но уже не было пространства для обыгрыша. При этом зацепился за шайбу Курилкин. Прострел. Бросок 2-1. Стивен Сардарян очередной. Гол. Очередное набранное очко нападающим Красной армии. 2-1. Подопечные Александра Левицкого. Дуда по борту. Передача. Здорово! Ох, как ты здорово! Посмотрим. И передачку тонкую тоже давайте отметим. Только-только опекун отклеился от Аверочкина. Тут же шайба была тому направлена Стивеном Сардарян. Васин переграл Самуэлова. Наброс последовал. Продолжается атака. Филиппов не посадит. И гол! Очень быстро. Касание и... Смотрим повтор. Выходит, забирают ее себе гости. Поехали уже на синюю линию Волкова. Бросок, касание и гол! Великолепно. Розыгрыш очень быстрый. Данил Карпов. Который... И поздравляем. Касание. Вновь быстренько возвращает под свой контроль шайбу. Потому что капитан легко с ней расстается. Раз за разом. Свет Ступенцев здесь под силовой попадает. И шайба уходит. В итоге вновь без броска у капитана. Три в два может получиться. Неплохо. Москвичи. Хорош пауза. И переграть не удается. Сам все тактирует, что за 40 перевалило бросков по оборотам Артемия Плешкова. Еще один мощный щелчок. Продолжается атака. Долго решал Сардарян. Что же делать? В ближние стороны не получилось переграть. И продолжение. Здесь разворот. И все-таки гол. Залетает шайба. Но все уже. Скромно и более аккуратно стараются обе команды действовать. Не рискуя лишний раз. И очень удачный отскок получается. Сардарян за воротами. Хорошая передача. Бросок. Еще один. И что? Гол. 1-0. И вновь. Атаку, которая стала единственной. Вот так шайба выкатилась в дальний круг сбрасывания. Сардарян аккуратно развернувшись хорошую передачу выписал. И предоставили Васину возможность дважды бросок нанести. Первый был отправлен в ногу, кажется, или на крюк соперника. А со второго броска уже удалось Васину. Проводят обе команды. Сардарян оставляет партнеру шайбу. Бросок случился. Есть еще одна попытка. Низом с бэкхенда скачет шайба. Прострел. Бросок. И гол. 2-1. Как же резко. Ну и повтор. Соответственно, суметница образовалась в действиях команды Рига. И, между прочим, третья. Исполнительские все это сегодня было. Может быть, еще будет, кто знает. Классная диагональ на правый край. 2-2 атака. 2-3, вернее. Сардарян. Пежонить, изволите. Но, впрочем, счет позволяет. Ну и Стивену, конечно, нужно показать себя. Тоже в первом матче. Постоясь промолчать. Мне кажется, что в своей жизни вы видели и более явные помехи вратарю. Вот так скажу я. Это не значит, что кто-то ошибся. Ну и конечно. Сардарян. Вот так просто-таки прошел я сейчас по краю. Но в последний момент исправился. 2-1. Покинул синюю линию и забросил шайбу. Смотрим. Сардарян заработает результативный балл за передачу. Вообще, просто на одном месте, на самом деле. Мог сыграть по-другому. Но, благо, что и тут. А, нет. А тут нет. А тут прорвал вперед Зуган. Налево бросок. Я уже думал, что сейчас его будут бить вот здесь. Смотрите. Раз. Два. Всех прошел. Ну и пожалуйста. Еще там и... Сайд и мчался уже на добивание бычельников. Но до шайбы не добрался. Здесь еще момент у Матвея Гуськова. И вновь не забивает. Да, но вот сейчас будет возможность это исправить. Тоже вот игрок, которого... Ой, здорово как. И браво. Еще и добивание. Очень интересная комбинация. Мне очень нравятся такие передачи из-за ворот именно на ближнюю штангу. Эта передача заставляет вратаря в какой-то степени растеряться. Она очень сильно осложняет ситуацию вратарю. Потому что, во-первых, это пас за воротами. И еще момент у Красной Армии. Ну все. Ну вот сейчас и Тайфун атакует в том числе. Причем атакует достаточно неплохо. Так, ну а это сам Стивен Сардарян. Красиво обыграл одного. Потом прострелил. Партнер замкнуть не смог. Далее по бортику. Передача на Сардаряна. С левого фланга атаки он ее подбирает. Там 2 на 2 у бортика опять борьба. На 5 время затягивается. И отмечу, что Антон Данилов еще и входит в топ-3 лидеров в последних 5 матчах Академии Михайлова. Он за 5 матчей набрал 5 очков. Один гол плюс 4 голевые. Но вот теперь уже прибавил 6 очко. И второй гол к своей статистике. Брасок по воротам был с правого фланга в исполнении Красной Армии. Мимо ворот это пролетело. Попов ее только взглядом провожал. Но вот еще одна попытка взять о ворот. И нет. Нет. На секунду не показалось. Это вопрос принципа. Но нет. Это вопрос спортивной борьбы за очки. А они все-таки нужны всем. Вбрасывание в зоне Академии Михайлова. Тут же на красный арк. Академия Михайлова и, естественно, болельщиков, которые дыхание это подзадержали. Ну и вбрасывание очередное в зоне хозяев ледовой площадки. Далее перехват от 97-го Данила Дудковского. Выкидывал он шайбу. Сейчас один находится в высоком прессинге. Академия Михайлова производит смену. Красная Армия держит шайбу за своими воротами. А вот сейчас пошла в атаку через среднюю зону. Один Сардарян пошел самоотверженно в атаку. Прошел всех без нарушения. Правда, его остановили. Кузьмин направо отдает. Снова возвращает центр Кузьмину. Сардарян шайбой не стал бросать. Неудобно было. А вот сейчас бросает Красная Армия. И забрасывает вторую шайбу в этой встрече. Да, довольно горячо, конечно. Еще раз. За этим моментом. Вот да, Сардарян не стал бросать. Там в ближний угол был закрыт. А вот правый Попов не успел. Пока все без изменений раскатываются игроки. 21-го номера Красной Армии боролись за шайбу. Но в итоге с ней Сардарян. Сардарян будто бы вообще один по пустому льду отправлялся ближе к воротам Академии Михайловой. Даже успел нести бросок в ворот. Вновь Шалышкин. Передача направо на Сардаряна. Стал он лучшим нападающим вообще во всей молодежной хоккейной лиге по итогам ноября. В декабре матч тоже серьезная мотивация, чтобы не уйти в Новый год фактически без единой шайбы в декабре. Борется шестой номер Красной Армии. Передача на партнера. Подправление от Матвея Аверочкина. И дальше продолжается борьба. Вновь Сардарян и Аверочкин пытается выкатить шайбу на пятак. Ничего там не выходит. Но подбирает партнер. Вновь Сардарян. И вот собственно Стивен Сардарян. Открывает счет своим шайбом в декабре. Сравнивает счет в этой встрече. Точным броском шестого номера. Еще раз взглянем за тем, как же эта атака развивалась. Выиграли там гости борьбу. Сардарян выкатился в район правого круга вбрасывания. Бросил и партнер Сардаряна как раз Аверочкин. Сумели добиться успеха. Савин помогает партнеру. Но однако на синей линии в зоне атаки Красной Армии выглядит просто великолепно. И счет становится 2-0. Стивен Сардарян. Восьмая шайба в сезоне. Смотрите какая обводка. От Полтапова. И голевая передача будет у Прохора. Очень красивую шайбу забрасывает. Еще одна возможность у Красной Армии атаковать Сардаряна. Момент и гол. Красивая комбинация. Красная Армия. Но здесь все очень здорово было разыграно. Не виноват. Нечего показывать Арсения Якулева. Давайте смотреть. Вот открывается как раз на дальней штанге. 20 с небольшим секунд. Если Красной Армии красиво все разыграно. А вот бросок не получается. Не отбрасываются русские витки. Очень хорошо все было сделано сейчас. Ну нет сегодня в составе точно так же как и во вчерашней игре одного из лидеров команды Красной Армии Стивена Сардаряна. Ну это такая нормальная ротация. Может быть какое-то небольшое повреждение. Всем привет и до свидания.